Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с новостным блоком у Марти Киев. И вот некоторые темы. Карачаево-Черкесия показала высокий уровень охвата вакцинации от полиамилита среди республик Северокавказского федерального округа. Региональные производители текстильных изделий могут представить свою продукцию на международной выставке. В республике стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России». Далее об этих и других темах подробнее. В республике стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России». За звание лучшего соревнуются 11 педагогов из 11 муниципальных образований республики. Победитель регионального этапа представит нашу республику на заключительном этапе, который в этом году пройдет в Орехово-Зуево Московской области. Своё педагогическое мастерство уже продемонстрировали учителя английского языка Зарима Акбаева из Уропского района. Белла Азри Талиевна из Малокарачаевского муниципального образования, Надежда Кинжекулова из Абазинского района и учителя физической культуры Дахиру Русов и Ольга Чурсина из Усть-Джигутинского и Прикубанского муниципальных районов. Подробности сообщила член конкурсного жюри регионального этапа Жанна Думанишева. По каким критериям оценивается? Это корректность, глубина понимания предмета, творчески адекватный подход к решению профессиональных задач, коммуникативная речевая культура. Посмотрим, что покажут молодые конкурсанты. Региональные производители текстильных изделий могут представить свою продукцию на международной выставке. Предприниматели республики в сфере текстильной и легкой промышленности смогут разместить свою продукцию на коллективном стенде Карачаевой Черкесии на 6-й международной выставке «Мягкое золото России». Мероприятие будет проходить с 11 по 14 апреля в Пятигорске. У производителей будет возможность найти новых партнеров и получить заказы на продукцию на год вперед, а у байеров – расширить базу поставщиков и заключить контракты на выгодных условиях. Коллективный стенд будет установлен центром «Мой бизнес» Карачаевой Черкесии при поддержке регионального Минэкономразвития. Самозанятые Карачаевой Черкесии могут получить оборудование за видео. Центр «Мой бизнес» при поддержке регионального Министерства экономического развития объявляет конкурс для самозанятых. Победителям первых трех мест достанется 50, 30 и 20 тысяч соответственно. Условия совершенно просты. Нужно снять короткий видеорассказ о своем деле и опубликовать видео в личном аккаунте ВКонтакте. Победители определят по количеству реакций под видео, опубликованным в телеграм-канале центра «Мой бизнес». Материалы принимаются до 13 апреля. В Центре выявления и поддержки одаренных детей «Спутник», который расположен в Черкесске, прошел отбор ребят со всей республики для обучения по интенсивной программе «Театр без границ», благодаря которой школьники смогут освоить все тонкости актерского мастерства. Информацию комментирует режиссер, преподаватель курса Анзор Имкуш. Для того, чтобы отобрать, выбрать детей, которые потом будут работать в этой профессии, это очень значимый такой период для их жизни. Плюс еще для того, чтобы они могли сами определиться, нужно это им или нет. Поэтому это очень важный такой, я считаю, шаг. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Подробности сообщила начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей Республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в Республике и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94 на 6, то есть Республика дополнительно дает 6%, а Федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры участковые, но и также врачи и офтальмологи, и, может быть, где-то анестезиологи, фтезиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Четыре пункта оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям открылись в социальных учреждениях республики, в Черкесске, а также в Зеленчукском, Карачаевском и Урупском районах. Бесплатную помощь от квалифицированных психологов можно получить в Республиканском социально-реабилитационном центре «Надежда» и Центре социального обслуживания населения. Комментирует информацию заведующая отделением социальной диагностики Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» Фатима Хубиева. Понимаете, они пережили такой стресс и сами военнослужащие, и члены их семей, и они нуждаются в психологической помощи. Не все знают о том, что они могут получить бесплатную помощь, поэтому мы разместили на всех наших сайтах, на официальном сайте Центра «Надежда» контактные данные, по которым они могут записаться на консультацию, и в соцсетях. Хуже, если человек не обращается. Последствия бывают намного тяжелее, бывают даже необратимые последствия, поэтому вовремя обратиться к специалисту – это уже половина решения проблемы. Очень сложно нашим мужчинам, кавказским мужчинам, обращаться за помощью, именно к психологической помощи. Я думаю, чаще всего будут обращаться все равно члены семьи. Тут у меня большая просьба именно к ним, если они будут замечать, что что-то будет происходить не так, что человек сам не справляется. Поэтому, естественно, насильно привести его невозможно будет, но найти какой-то определенный способ, чтобы объяснить человеку, что это необходимо. В Карачаево-Черкесии начинается сезон лесных пожаров, в целях подготовки к которому в регионе прошла ревизия сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на территории региона. Информацию комментирует начальник обеспечения охраны, защиты леса и организации тушения лесных пожаров Министерства природных ресурсов и экологии Республики Эльвира Дженебекова. Правительством Карачаево-Черкесской Республики принято постановление о перечне населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров и начале пожароопасного периода. В это постановление вошли такие населенные пункты, как поселок Архыз, поселок Пхия, поселок Дамбай и город Тиберда. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Пожароопасный сезон открыт с 3 марта 2023 года. В Министерстве природных ресурсов действует региональная диспетчерская служба, которая в оперативном режиме на базе спутниковой системы СДМ Рослесхоз отслеживает возникновение термоточек. В случае возникновения термоточки тут же осуществляется выезд на место возгорания и определяется причина возгорания. Карачаева-Черкесия показала самый высокий уровень охвата вакцинации от полиэмилита среди республик Северокавказского федерального округа по прививке детей. Такие данные озвучило Министерство здравоохранения страны. Первый этап прививочной кампании от полиэмилита проходил в Карачаево-Черкесии с 27 февраля по 5 марта. Вакцинации подлежали дети в возрасте от 3 месяцев до 9 полных лет. Положительный результат стал возможен благодаря тесному взаимодействию и работе всех заинтересованных органов исполнительной власти. В Минздравом региона в целях проведения дополнительной иммунизации были приобретены в достаточном количестве живая оральная полиэвакцина 80 500 доз и инактивированная 6 000 доз. В республике также имелся запас в количестве 16 000 доз пентоксима. Второй этап вакцинации состоится с 3 апреля по 9 апреля текущего года. Небезопасным мясом кормили хищников в Тебердинском национальном парке. Об этом сообщила государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В ходе анализа данных системы Меркурий Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило поставки мяса для хищных животных, не соответствующего требованиям безопасности. Установлено, что начальник Карачаевской районной ветстанции по борьбе с болезнями животных оформил ветеринарное свидетельство на 370 кг конины. Мясо предназначалось в корм шакалам, медведям, волкам и птицам семейства орлиных. Однако на конину не была проведена необходимая ветеринарно-санитарная экспертиза, что является нарушением. Но несмотря на это, ее все равно поставили в Тебердинский заповедник. Управлением Россельхознадзора ветеринарному врачу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. 16 марта этого года с 10 до 18 часов в Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Карачаево-Черкесии состоится единый день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников. Прием состоится по адресу Черкесск, улица Свободы, 64 Ю, дробь 1. В рамках личного приема должностные лица управления обеспечат адресное решение вопросов обратившихся граждан, а также разъясняют законодательство, касающееся исполнительного производства. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Прием также будет осуществляться на базе Госюрбюро по адресу город Черкесск, улица Красноармейская, 33. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 21 56 18 и 28 00 56. Федеральные автодороги Северного Кавказа готовят к весеннему половодию, комментирует информацию пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С мая по июнь 2023 года в период прохождения паводка ФКУ «Пордор-Кавказ» на федеральных дорогах Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чечни и Дагестана задействует 420 рабочих и 220 единиц спецтехники, а также подготовит почти 94 тысячи кубометров инертных эпиломатериалов. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения на подверженных опасности подтопления участках федеральных дорог и искусственных сооружениях на них организована противопаводковая комиссия. Создадут 48 бригад с техникой и запасами материальных ресурсов для своевременного предупреждения и ликвидации возможных ЧАЭС. В зоне риска подтопления находится 21 участок автодорог общей протяженностью почти 40 километров. В Карачаево-Черкесии на трассе А-155 Черкеск-Домбай, а также на подъездах к курорту Архыз и к границе с Абхазией расположено 12 таких участков. Сейчас на данных участках дорожники очищают кюветы и водоотводные лотки от загрязнений и наледи. Студентка Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева Маргарита Алиева завоевала второе место открытого чемпионата Республики Беларусь под Хэквондо. Спортсменка провела три поединка и в двух одержала уверенные победы, лишь в финале уступив равном бою серебряной призерке Олимпиады 2020 года Татьяне Мининой из Челябинска. Прошедшие состязания были одним из двух отборочных турниров к чемпионату мира. 29 апреля Маргарита поборется за путевку на чемпионат мира на международном турнире Russia Open. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха от 16 до 21 градуса. В горах местами плюс 7-12, сохраняется лавина опасность. В Черкесии без осадков ветер западный 4,9 метра в секунду, а столбик термометра поднимется до 20 градусов. Это все новости к этому часу, с ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok